книга открытым оком вопрос 3475 том 22 что приводят из писаний из святых отцов церкви те кто убежден что по смерти можно изменить участь грешника молитвами церкви и что не веровавшие во христа спасутся если были добрыми отвечает игнатий тихонович лапкин когда я читаю высказывание этих отцов которых как правило всегда называют с большой буквы святыми отцами то понимаю почему так заносила сергия булгакова павла флоренского александра меня и других подобных на сегодня это вольность прикипела к православным потребителям аренды смертвецов вот коренные их доводов 1 коринфянам 513 внешне же судит бог иона 35 и поверили не не ведь они богу и объявили пост и оделись во вретище от большого из них до малого иона 4 11 мне ли не пожалеть неневии города великого в котором более ста двадцати тысяч человек не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота преподорий нектарий оптинский цитата простой индус верящий во сне во всевышнего и исполняющий как умеет волю его спасется но тот кто зная о христианстве идет индусским путем нет я не 10 34 35 петр отверз устаю сказал истинно познаю что бог нелицеприятен но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему 1 тимофею 4 10 ибо мы для того и трудимся и поношение терпим что уповаем на бога живого который есть спаситель всех человеков она и пачи верных римлянам 2 глава 9 16 скорбь и теснота всякой душе человека делающего злое во первых иудея потом и елена напротив слава и честь и мир всякому делающему доброе во первых иудею потом и елена ибо нет лицеприятия у бога те которые не имея закона согрешили вне закона и погибнут а те которые под законом согрешили по закону осудится потому что не слушатели закона праведны пред богом но исполнители закона оправданы будут ибо когда язычники не имеющие закона по природе законное делают то не имея закона они сами себе закон они показывают что дело закона у них написано в сердцах и о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие то оправдывающие одна друг другу одна другую в день когда по благовествованию моему бог будет судить тайны и дела человеков через иисуса христа иереней лионский христос пришел не ради тех только которые уверовали в него но для всех вообще людей которые желали видеть христа и и слышать его голос посему всех таковых он во втором пришествии своем прежде воздвинет воскресит и поставит свое царство и устин философ мы научены что христос есть прямо перворожденный от бога и мы выше объявили что он есть слово коему причастен весь род человеческий те которые жили согласно со словами суть христиане хотя бы считались за безбожников таковы между эллинами сократ и гераклит гераклит простите и им подобные а из варваров авраам анания азария и мисаил и илия и многие другие те которые делали все общее естественно и вечное добро подобно прежде их жившим праведникам во время воскресения спасутся через христа нашего вместе с теми которого этого христа признали сыном божиим григорий богослов как многие из нас бывают не от нас потому что жизнь делает их чуждыми общему телу так многие из не принадлежавших к нам бывают наши поскольку добрыми нравами предваряют веру и обладая самую вещью не имеют только имени конец цитаты евангелие от матфея 12 31 32 посему говорю вам всякий грех и хула простятся человеком а хула на духа не проститься человеком если кто скажет слово на сына человеческого проститься ему если же кто скажет на духа святого не не проститься ему не всем веке не в будущем григорий богослов цитата что мне за закон человек века ненавистничество мовато может быть они будут там крещено огнем этим последним крещением самым трудным и продолжительным которое поедает вещество как сено истребляет легковесное всякого греха простите которая поедает вещество как сено и потребляет легковесное всякого греха не принявшие крещение не не будут у праведного судьи не прославлены не наказаны потому что хотя и не запечатлены однако же и не худы 1 петра 3 18 21 4 5 6 максим исповедник цитата писание называет мертвыми в кавычках людей скончавшихся до пришествия христа например бывших при потопе во время столпотворения в садомии египте а также и других принявших в разные времена и различными способами многообразное возмездие и страшные беды божественных приговоров эти люди подверглись наказанию не столько за неведение бога сколько за обиды причиненные друг другу им и было благовествуемо по словам святого петра великая проповедь спасения когда они уж были осуждены по человеку плотью то есть восприняли через жизнь во плоти наказания за преступления друг против друга для того чтобы жили по богу духом то есть будучи во аде восприняли проповедь боговедения веруя во спасителя сошедшего во ад спасти мертвых иоанн дамаскин цитата некоторые говорят что христос вывел из ада только веровавших каковы суть отцы и пророки судьи а вместе с ними цари и местные начальники и некоторые другие из народа еврейского не многочисленные и известные все мы же на это ответим думаешь думающим так что нет ничего незаслуженного ничего чудесного и ничего страшного в том чтобы христу спасти уверовавших ибо он остается только справедливым судьей и всякий уверовавший в него не погибает так что и должно было им не погибнет простить так что и должно было им всем спастись и разрешиться от ус ада сошествием бога и владыки что и произошло по его пророк теми ж кто только по человеколюбию божию спаслись были как думаю все которые имели чистейшую жизнь и совершали всевозможные добрые дела живя скромно воздержанно и целомудренно но веры чистой и божественной не восприняли потому что не были наставлены в ней и остались вовсе не наученными их то у правителей владыков всех привлек уловил божественными сетями убедил их уверовать в него восприняв им воссияв им божественными лучами показав им свет истины Марк Ефеский цитата некоторые из святых молившихся не только за верных но и за нечестивых были услышаны и своими молитвами исхитили их от вечного мучения как например первомученица Фекла Фалканилу и божественные Григорий Двоеслов как повествуется царя Трояна почему бы не ответить одним предложением из творений Иоанна Златоуста чего нет в Библии а то не рассуждаем 1 коринфянам 4.5 посему не судите никак прежде времени пока не придет Господь который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от Бога не умолкает пенье певчих птиц кому поет сей хор разноголосый кто заложил им в горло хрип и писк особенно весной когда мы ждем им в гости кто и зверью дал зычность или лай мяуканье и рев до потрясения похоже чем-то бегемот и лай они в цепи одной всего лишь звенья познать творца по чуду мироздания в разнообразии таком невообразимом и удивляться век не перестанем какое разное в толпе снежинок зимних то зрением то слухом с обонянием вкушаем с наслаждением пьем водичку привычно непонятное глотаем на ощупь и во тьме в утробу ищем когда же так естественно развязка сверхнеестественно все мускулы иссушит и без подсказки делается ясно не насладились глазонькие уши в сырую темень в немоту и стлена да как же так все протестует жутко от ужаса готовы лезть на стенку трясемся в страхе без выходных все сутки не лучше ли смириться с приговором и петь с пьянчушками по-своему с восторгом вплести свой голос с их немолчным хором с владыкой мира разве можно спорить поднявшись до рассвета предварить дневные неурядицы смятения и пуй до утренней за тучами зари и благодарна по-человечьей цвенькой душа о крыльях тут же затаскует глаза поднимешь к вечному гнездовью и ораторию с домашними такую запойте прославляя Бога и Егову 24 апреля 2007 год Игнатий Лапкин вверх и вверх и вверх